Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Президент Армен Акабрамян обращается к президентам США и России. Степанакерский спортивно-концертный комплекс будет сдан в эксплуатацию в 2020 году. Турция направила новые силы в Сирию. ЕСПЧ решил, что Турция несправедливо запрещает ассирийские фамилии. В Ираке обнаружили 3004-летний дворец загадочной империи Миттани. Концерт на острове Ахтамар. Мелодия Зурарту Европы. Президент Западной Армении Армен Акабрамян направил послание президентам США и Российской Федерации, которые приняли участие в саммите G20 в Осаке, Япония. В своем послании президент Абрамян особо отмечает роль, которую Соединенные Штаты и Россия могут и должны сыграть на пути к справедливому урегулированию международных проблем. Они должны взять на себя роль справедливого защитника международного права и применять его в рамках международного права и подписанных соглашений. В своем послании президент Абрамян также отметил шаги, которые приведут к признанию Западной Армении и прав армян-беженцев и компенсации за их страдания. В свою очередь, Западная Армения будет законным членом и партнером большой международной семьи. Полная версия послания размещена на нашем сайте. Степанакерский спортивно-концертный комплекс, строительство которого началось два года назад, будет сдан в эксплуатацию в 2020 году. Как передает корреспондент Арцах Пресс, об этом вчера в парламенте заявил министр градостроительства Карен Шахраманян, уточнив, что проект финансируется благотворительным фондом Ташир при участии всеармянского фонда Айастан. Спортивно-концертный комплекс будет иметь зал для больших мероприятий, выставочные залы, а также современный кинотеатр и кафе. Согласно распространенной вчера информации, сирийские правительственные силы нанесли артиллерийский удар по турецкому контрольно-пропускному пункту, в результате которого погиб один и раненый три турецких солдата. После инцидента турецкие вооруженные силы направили к сирийской границе чрезвычайные военные силы. Сотни солдат и бронетехники были отправлены в провинцию Хаттай, оттуда уже в Этлиб. Европейский суд по правам человека в связи с тем, что слово «Амно» в ассирийском означает «доверенный человек», несправедливо расценил запрет на использование фамилий и осудил Турцию. Благодаря этому решению ассирийские фамилии могут использоваться в Турции. Согласно Европейскому суду по правам человека, было нарушено уважение частной и семейной жизни. Нури Акташ Ассирийц, также гражданин Швейцарии, и был зарегистрирован в медиатском районе Западной Армении. Хотел изменить свою фамилию «Амно», для чего он обратился в медиатский гражданский суд первой инстанции в 2005 году. Однако все судьи отказали ему в иске, поскольку мой клиент является также гражданином Швейцарии, а фамилия «Амно» официально используется им. Это вызывает проблемы в государственных документарных процессах в Турции, рассказал адвокат Сумер. Наконец, в 2007 году дело было передано в ЕСПЧ. Европейский суд постановил, что Турция нарушила право на уважение личной и семейной жизни. Кроме того, суд постановил, что на турецкие слова фамилии не могут задеть общественные интересы. Решение было принято судом 25 июня 2019 года. Это решение также является обязательным прецедентом для таких случаев в соответствии с пунктом 90.5 статьи Конституции. Группа немецких и курдских археологов обнаружила 3 тысяч 4-летний дворец, который принадлежал к загадочной империи Метане, объявил университет Тюбингена. Это открытие стало возможным только благодаря засухе, которая значительно снизила уровень воды в водохранилище Муссула, передает DW. Находка является одним из наиболее важных археологических открытий в регионе за последние десятилетия и иллюстрирует успех курдско-германского сотрудничества, отметил Хасан Ахмед Касим, курдский археолог из Духокского управления древностей. Империя Метане – одна из наименее исследованных империй Древнего Ближнего Востока, говорит археолог Иван Пульис. Даже столица империи Метане не была определена. Сегодня перед церковью Святого Креста на острове Ахтамар на озере Ван в Западной Армении состоится концерт под названием «Мелодия из Урарту в Европу». Концерт будет исполняться на разных языках, в том числе и на армянском. С такой инициативой выступил информационный центр ЕС при торгово-промышленной палате Вана. Об этом сообщает газета «Шехриван». Любители искусства, посещающие остров, чтобы насладиться концертом, доберутся до Ахтамара на бесплатных кораблях. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию хор Овсана Кламитас. Субтитры создавал DimaTorzok Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром!